Слово 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 На самом деле все очень просто. Музыка под названием, ну условно, колбасная, как раз сформировалась вот в эпоху нулевых. Нулевые это наши, наши, понимаете, это наше вот все. Это наш первый поцелуй, это наш первый секс, это наше первое все. И, конечно, мы любим эти нулевые, и все, что связано с нулевыми, мы хотим видеть, мы хотим ощущать, мы хотим танцевать. По-моему, по-моему, они все, все, стынные, кре trabajo passado. Заслужили коллегу! Где-то ставили эти треки, они звучали, их становилось все больше, в общем, так сказать, времени музыкального звучания на танцполе все больше и больше, а способствовала этому как раз программа на Радио Рекорд, выходившая в тот момент, она называлась, так и называлась, «Колбасный цех». Ее курировал диджей Дизель. Привет, Антоша. Колбасный цех, ты любишь. 20 лет назад мне сказал, чувак, ты через 20 лет проведешь этот «Колбасный цех», я бы не поверил. «Колбасный цех» впервые появился еще до того, как я, по-моему, встал за вертушки. Меня позвал на Радио Рекорд такой продюсер и диджей, как, он известен всем, как диджей Рига. ДИДЖЕЙ РИГО «Дизель» уходит, эту программу отдают Врунгелю. Это была только программа, это не выпуски дисков, ничего остального, просто радиошоу. После этого Врунгель уезжает в Москву. Вот. И после этого начинаю продюсировать это шоу я. То есть создавать миксы, делать компиляции. Рига поучаствовал в «Колбасном цехе» аж в трех ипостасях. Даже в четырех, можно сказать, потому что и как диджей Слимов, и как диджей Гагарин, и как диджей Рига, и как проект Слимлайн. Сперва мы сделали просто презентацию дисков. Были два диска, в 2003 году мы их презентовали в клубах, в Ля Пляже и в клубе «Классик» by DJ Врунгель. Это были маленькие вечеринки. И на этих вечеринках выступали просто локальные наши диджеи. Но популярность этих дисков была настолько высока, дисков и кассет, что туда пришло огромное количество людей. Мы подумали, и все не смогли вместиться. Мы подумали, а почему бы нам не сделать в Дворце спорта. И перенесли это в юбилейный. И, ну, естественно, если это юбилейный, это уже 10-15 тысяч человек. И, соответственно, чтобы их собрать, нам понадобились иностранцы. И мы первый раз как раз пригласили иностранных диджеев. Дело в том, что действительно колбасный цех объединил в себя огромное количество западных имен. Диджейских, самопродюсерских имен. Собственно говоря, к нам приезжали не просто диджеи, а пишущие диджеи. Те, которые производили сами музыку. То есть диджеи-самопродюсеры. Но сама концепция на фестивале гораздо важнее. И она работает. Работают наши придумки, работает постановка, работает шоу, перформансы. Идеи, которые за этим стоят. Поэтому диджеи здесь играют, ну, как бы не сказать второстепенную роль. Конечно, они как бы фронтмены этой истории. Но они звуковое сопровождение. Мы приглашали и собирали самых красивых девушек. Стриптизерш. «Сто голых бак», тогда МС Вспышкин говорил эту фразу. Тогда это вообще называлось «сто голых бак». И девочки были реально голые. «Сто являются шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А некоторые потом и трусы даже помнят, хотя я не уверен. Так вот, это один из главных символов перемены эпохи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вспышкина Никифоровна — это проект «Радио Рекорд», который мы придумали в нулевых. Этот симбиоз создал Андрей Резников. И всю популярность взорвал, создал именно этот проект Вспышкина Никифоровна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, надо сказать, что Никифоровна в этом проекте — это фронтменом Никифоровны был Дима Чеков. Этот проект существовал до того, как мы объединили его с Эмси Вспышкиным. Никифоровна, там были трое ребят, Федор, Антон и Дима, фронтмен, которые делали песни. И многие песни, которые, собственно, мы довели, скажем так, до ума, Шишки в том числе, они были написаны вот этим коллективом Никифоровны. И просто когда я их услышал, у меня появилась идея соединить это. Ну, во-первых, чуть-чуть их там переделать, пересвести, добавить туда дедушку Эмси Вспышкина и сделать этот проект как бы совместным. Тогда Вспышкин действительно был тем образом, который притягивал людей. В первую очередь потому, что это был энергичный, позитивный и сильный образ. Вообще Эмси Вспышкин – это такой собирательный персонаж. То есть, когда мы делали рекламу третьего колбасного цеха, мы сделали кастинг дедушек и бабушек, которых мы переодевали в рейверов, они рекламировали его. И пришел вот ко мне Володя Турков, такой дед с очень интересной внешностью, такой как бы весь заросший, причем такой подкачанный. Я подумал, что вот тот, кто нам нужен. И при этом на рекорде был голос и персонаж Эмси Вспышкин, которого, ну, у него не было физического воплощения. А голос принадлежал актеру Дмитрию Бекоеву. И я подумал, что почему бы не соединить этого персонажа с этим голосом. И на самом деле до сих пор думают, что это голос вот именно того персонажа, Вспышкина, который они помнят. Может быть, это пусть бы так бы люди и думали, но сейчас уже, наверное, можно об этом рассказать, да? Об этой легенде. И да, мы сделали так, что соединили голос и соединили внешность. И это была бомба. Эмси Вспышкина, Никифоровна — это единственное явление, которое было в России и вообще во всем мире. Дело в том, что ни одного такого артиста не было никогда. Это индивидуально, это не обговаривается и не сравнивается ни с чем, потому что это было только здесь, только в Питере и только в России. Эмси Вспышкин, да? Дедушка, да? Это в то время, когда вот я это все увидел, 2003 год, 2004, бабушка, дедушка, там валидол лежит в лукошке. И это вызывало противоречивые чувства, как мне казалось на тот момент. Но в целом, как выяснилось, это достойно того, чтобы это жило десятилетие. Вот. Это в первую очередь, это оригинальная идея. Сейчас вот даже, когда мы делаем 20-летие колбасного цеха, полностью, полностью все сделано с использованием Эмси Вспышкина, его образа и голоса. И вот сегодня мы после 15-летнего перерыва возродили колбасный цех. И люди совершенно в восторге. То есть мы сделали очень много вечеринок, но та атмосфера, которая сегодня здесь, в юбилейном, на 20-летие колбасного цеха, я честно такого не помню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а что касается Санкт-Петербурга, ну, естественно, тут неповторимая атмосфера. Такое повторить, ну, просто невозможно. Ленинград, наш город. Мы выросли здесь. Это круто. Мы вспоминаем нашу историю. Это круто. У нас уже у всех по трое, четверо детей. Но мы готовы, хоть у меня и ревматоидный артрит, понять. Да, есть. Давайте, ребят, спасибо. Людям нравится. До сих пор 20 лет вместе. 20 лет мы колбасим. Это здорово. Сейчас даже и не вспомню. Просто в таком состоянии нахожусь. А в Рунгель тоже хотелось бы увидеть, услышать. СИГЕМЕ! АВПОДИСЬ! 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 Вообще мы планировали вот это 20-летие как единоразовую такую акцию. И мы, в принципе, ожидали, что будет интерес, потому что действительно на колбасный цех в нулевых ходило там 30-40 тысяч человек, да? Хрен знает сколько тысяч человек. И мы предполагали, что, наверное, части этой аудитории будет интересно, но как только мы начали продавать билеты и поняли, что за месяц до мероприятия уже основные категории билеты кончились, мы поняли, насколько высок интерес и насколько людям не хватает сегодня праздника. С 2004-го. С 3-го, 4-го, 5-го. Все колбасные цехи это наши. На всех? На всех! Вот 20 лет, мне вот как раз 43. Все колбасные цехи это мои. Какой-то ностальгии по колбасному цеху. До того, как мы начали этот проект готовить, в общем-то, у нас не было. А когда мы начали над этим проектом работать, и мы увидели, мы вышли в анонс, и мы увидели обратную связь людей. На самом деле, нахлынула такая ностальжия вообще, и такое как бы теплое чувство внутри. Мы всех ждем, Рига, Врунгель, там, Акваген, конечно, это легенда. Рад тебя видеть, чувак, как дела? Мы тут снимаем фильм об истории колбасного цеха. О да, это легендарная история, я тут играл на первом или на втором, я точно раза три тут выступал. Да, нет, все, интервью закончено. Этот колбасный цех первый с 2008 года. Тогда, как мы думали, был последний в Санкт-Петербурге. Ну, потом еще был цех в Москве в 2009, а потом мы уже переключились на Сенсейшн и другие наши фестивали. Это круто, тема 90-х хорошо работает сейчас. Я уже говорил об этом раньше, время, когда вот это звучание опять стало популярно. Я вот летом выступал в Германии на многих мероприятиях, в том числе и на больших фестивалях, таких как «Порукавиль», весь тот старый саунд в новых обработках. Позже послушаешь сегодня, вот я ставил треки, и люди прямо с ума сходили, при этом и молодая аудитория, звучание как у мелодичного техно, но треки все те же, и людям реально башню срывало. Если вы сейчас перезапустите тему с колбасным цехом, это сработает. Наше время пришло. Люди реально очень воодушевлены возрождением колбасного цеха. Мы анонсировали цех совсем недавно, в августе. У нас как раз был день рождения Радио Рекорд, и мы решили сделать подарок для слушателей Радио Рекорд и возродить колбасный цех. И все такие, вау, мы так хотим попасть на цех, это так круто. Да. Был просто нереальный ажиотаж. Да тут еще работает момент, что люди вспоминают радостные моменты своего прошлого. А новое это хорошо, но тут как раз музыка с, пожалуй, лучшего времени их жизни для таких вечеринок. Они хотят возродить те воспоминания. Шесть колбасных цехов я прошла и четыре Дэнс Планета. Четыре. Четыре цеха. Очень круто. Мы знали куда шли. Мы знали куда шли. Мы сознательно пришли. Вся молодость прошла с Радио Рекорд и с колбасным цехом, и МС Вспышкин чудесный, всегда сопровождал нас в нашей прекрасной жизни. Круто. Мы ждем Эксесс Прожек. Мы из-за него только ехали. Мы их очень любим. Нет, мы ехали из-за всех. Ну и за них в частности. Как ласкают наши ушки эти чудо-колотушки. Эксесс Прожек. Эксесс Прожек. Эксесс Прожек. Эксесс Прожек. Эксесс Прожек. Огромное спасибо Рекорду за то, что они это делают, и мы не могли сегодня оказаться здесь. И вот люди, которые сегодня пришли, они где-то разного возраста, да, есть люди помоложе, но на основной костях 30+. Уже 35. Мне 46 лет, прикинь. Мы создали совершенно новый формат мероприятия. То есть это такой ностальгический рейк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень рад, что есть Нил, есть Жан с Ригой. Это те люди, которые давным-давно уже создавали настроение такое, которое давало нам хоть чуточку ощущения свободы, вот этого кайфа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень жаль, что в те времена, в нулевые, не было столько гаджетов. То есть, да, то есть были какие-то видеокамеры, но их же никто не мог с собой в карман положить, да? То есть очень мало воспоминаний. И сегодня, сегодня ночью, спустя 20 лет, я вновь вижу все это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, что сказать, ребят, это... Я себя чувствую сегодня очень счастливым. Я начинаю мероприятие с танцпола, с пультовой станцпола. Я всегда стою, подслушиваю, что говорят люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основным словом, которое я сегодня слышу, находясь в толпе, мы можем это запикать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько-то честно... Тихо... Н-нет. Было охерненно. И... Это то, что говорили люди. И это на самом деле... Пусть это может грубовато звучит, но это самое главное. Потому что сегодня действительно здесь охерненно и пиз... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, поистине историческое событие Мы сделали, мне кажется, первое такое в России полноценное диджейское 3D-шоу Где MC Вспышкин был возрожден Мы использовали его внешность При помощи технологий сделали 3D-фигуру Обсчитали это, пересчитали В общем, мы сделали невозможное Мы сделали полностью выступление MC Вспышкина Лайвом на экране в 3D-реальности Он был как бы живой втройне Выйдите и посмотрите, что там В нулевых у нас был один такой проект Понимаете, на что я намекаю, да? Там был дедушка И бабушка Вы знаете, так случилось, что Главных фронтменов, участников этого проекта нет в живых Но вы знаете Никакой минуты молчания не будет Потому что Если супергерои уходят То они всегда возвращаются Встречайте с самым громким криком MC Вспышкин и Никифоровна Элайв! MC Вспышкин и Никифоровна представляют А представляете ли вы? Где твоя любовь? Тут К чему у тебя любовь? Колбасному цеху Му! Шишки падают в лесу Я еду на колбасу Политол лежит в лукошке По колбасям сядем ножку Душевная песня Колбасный цех 3 Колбасному цеху Ни в коем случае не останавливаться Вперед! Вперед и вперед! Вызываю голых баб Голые бабы Возвращаются Наш привет Хорошему певцу Филиппу Киркорову Утю-будю! Ой, хорошо плясать Когда колбаси На их до нима устоять Когда колбаси Ой, хорошо плясать Когда колбаси На их до нима устоять Когда колбаси В тридцатом году Колбасный цех 30 лет Здорово! Колбасный цех 3 Это тысячи Молодых энергичных людей Сливающихся в танцевальном экстазе Под ритмой современной музыки Я хочу, чтобы колбасный цех Поехал по городам России Мне нечего желать Мне нечего сказать Кроме того, что За себя сам Говорит колбасный цех Энси Вспышкин И Никифоровна Говорят на языке Твоего тела Если теория Достала вас Проспух Тогда Мы идем К вам Ой, хорошо плясать Когда колбаси На их до нима устоять Когда колбаси Ой, хорошо плясать Когда колбаси На их до нима устоять Когда колбаси Ой, хорошо плясать Когда колбаси На их до нима устоять Когда колбаси Ой, хорошо плясать Когда колбаси На их до нима устоять Когда колбаси Пусть будет все круто и пусть будет цех.